Как прошла ярмарка на ночь музеев, как погода, как продажа, что купили, что пользуются популярностью. И начнем. С погодой не очень повезло. Был холодный ветер, теплое солнце и холодный ветер настолько сильный, что мастеров прям сносило с их стендами. Поэтому многие мастера можно было наблюдать, как они сидят и держат подставку с мягкими игрушками. Я прям была тепло одета, трясла одежда, футболка, толстовка, пальто, еще и шапка. И все равно ветер был настолько холодный, что продувало. Но это нас не расстроило. Ярмарка проходила с 9 утра до 8 вечера. Я думала подольше постоять, но нет, было слишком зябко. Если бы не погода была бы потеплее, я бы, наверное, была бы и подольше. Сколько продалось? У меня купили 18 картин и одну забронировали. В среду эту картину заберут. Вот тут. С милым котиком. Также я с собой на ярмарку взяла гипсовые рамки, которые я сейчас делаю. Неокрашенные, их тоже покупали. Например, вот такую размером 20 сантиметров неокрашенную рамочку купили за 350 рублей. Цену я не с потолка взяла. Я проанализировала, по какой стоимости мастера продают такие изделия. Какие темы пользуются популярностью? Как всегда, это животные, кошечки, собачки. Разные техники. Это и масло пастели, акрил, акварель. Некоторые еще картины, это с пейзажами покупали. Пейзаж пастелью, цветы. В ярмарке было много мастеров. Записаться можно было через группу ВКонтакте. Если вы из города Саратова, я все ссылки оставлю в описании. Проходите, подписывайтесь и можете узнать, когда там следующая ярмарка проходит и записаться. Иногда бывает ограниченное количество участников и это прям нужно делать очень быстро. Пришло повещение и тут же надо записаться. Также участие в ярмарке для меня это такая теплая встреча со своими старыми друзьями. Мы все занятые, у нас нет возможности встречаться в обычной жизни иногда. Только когда в ярмарке мы можем встретиться, обсудить, вдохновить друг друга. Например, я с собой взяла на ярмарку работы с арт-симпозиумом в Волгограде. И профессиональная художница Татьяна Бондаревская подошла, покритиковала, сказал, над чем работать. Так как я архитектор, по образованию у нас в обучении не было живописей, у нас не было пленеров, мы не рисовали с натурой. Но если прям, ну да не рисовали мы с натурой. Мы в основном чертили курсовые вот эти здания в разрезе, в цвете, с тенями. А чтобы перспективы построения, а чтобы какую-то постановку рисовать такого не было. У нас была колористика, где мы изучали цвета. Но там тоже мы делали всякие растяжки цвета от одного цвета к другому. Так что мне очень нравится вот эта атмосфера на ярмарке, где творческие люди себя очень ярко проявляют, играют на барабанах. Все друг к другу ходят, смотрят, разговаривают, знакомятся. Нравится мне участвовать. Это вот эти движухи для художника, выхода из зоны комфорта. Он по мне так очень полезен человеку. Ты вживую общаешься с покупателем, узнаешь его потребности, что ему надо, что он хочет. Например, узнала, что там девушка ищет именно синий ирис. Или там Ирина тоже девушка подошла, женщина. Ей нужна березка рядом с домиком. Людям нужны простые картины, красивые, чтобы украсить свое жилище. Ярмарки посещают не любители современного концептуального искусства, а именно таких простых и понятных картин. По моим наблюдениям, опять же, покупали небольшие работы в стоимости до тысячи рублей. Например, рядом стояла девушка, у нее были картины 30 на 40 по 4 тысячи. Это нормальная цена, но, к сожалению, они не купили ни одной картине. Я не видела, чтобы купили. Также для ярмарки очень хорошо пользуются популярностью. Это открытки. Я по своим картинам печатаю серию открыток с достопримечательностями Саратова и всяких котиков, животных, собачек. Их все купили. Но у меня еще перед ярмаркой прям оптом скупили открытки. Вот сейчас заказала новую, напечатаю, разнесу. На ярмарке много мастеров. Прошлась, посмотрела, конечно, у нас потрясающие мастера. Столько направлений, там, герамика, бижутерия, мыло, косметика, вазочки, игрушки. Что только люди не делают своими руками. Там на ярмарке было больше 90 мастеров. Следующий фестиваль, их несколько, в которых я буду участвовать. Это Прёма. Надеюсь, все сложится. Это 20 июня в Энгельсе пройдет. И следующий фестиваль в августе, 16-17 августа пройдет. Это фестиваль палитра ремесел. Все художники его очень ждут. Например, на ярмарке у нас было всего там четверо-пятеро. На фестивале уже художников больше 70 человек собираются. И это интересно. На фестиваль палитра ремесел, например, запись уже открылась. Она 15 мая открывается. Не помню, до какого числа можно записаться. Стоимость участия для художника 2500. Это три дня. Предоставляется стенд. Это не реклама. Меня за это никто не платил. Просто этот фестиваль мне очень нравится. В первый же день записалось 133 мастера с 9 регионов. Я думаю, это число будет только увеличиваться. К фестивалю можно уже начинать готовиться. Это рисовать какие-то картины с символом города Саратова. Пользуются популярностью. Люди спрашивают. Цветы, пейзажи, животные. Небольшого размера картины. В общем, зову я художников на фестиваль. Давайте знакомиться. Давайте дружить. Буду очень рада. Мне писали, кстати, что как раз девушка, она путешествует по городам. И, например, в Питере хотел бы что-то купить с архитектурой Петербурга. Но почему-то у художников одни сплошные цветочки да животные. Странно, когда в этом городе такая красивая архитектура, но почему-то художники это игнорируют. В Волгограде я была, тоже обратила внимание. Местные художники продают достопримечательности, но их очень мало. Там родина-мать, еще что-то незначительное. Но чтобы как-то с архитектурой Волгограда, ну не знаю, может быть, конечно, я тут придираюсь. Если это видео было вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Это эквивалент спасибо в пространстве интернета, в пространстве ютуба. Если я что-то не озвучила или что-то пропустила, задайте вопросы в комментариях. Я отвечу на вопросы всех постараюсь. Я стараюсь отвечать на все комментарии. Мне интересно общаться со своими подписчиками. Это тоже интересный, непередаваемый опыт, который у меня раньше не было в жизни. Розыгрыш картины. Давайте так. Устрою розыгрыш картины. Когда исполнится 5000. Поэтому 90% зрителей, которые меня смотрят, не подписываются. В общем, если все подпишетесь сразу, будет, наверное, уже и 10 тысяч. Спасибо вам за то, что вы смотрите мой канал. Спасибо за ваши лайки. Спасибо за ваши добрые слова. Я это ценю. На все комментарии я отвечаю. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok